Всем приветики! С вами Ольга, и я вам, как обычно, здоровья, счастья, радости, любви желаю абсолютно всем, дорогие мои. Ну а сегодня у меня такая тема снова про путешествия, потому что мы сейчас уже всех с весной вас поздравляю, уже мы в апреле месяце, и скоро-скоро наступят майские праздники, а это практически каникулы, и очень многие отправляются в путешествия. В путешествия отправляются куда угодно, но многие-многие жители России отправляются в Италию. Ну, у тех, у кого есть виза, у кого нет визы, может быть, не успеют уже до майских сделать, но попробовать все равно можно. Но дело в том, что самые-самые дешевые билеты и самые удобные билеты из России в Италию – это, конечно же, через Армению, через Ереван. Хотя дают и другие тоже возможности, тоже, так сказать, состыковкой. Но мне нравится через Ереван, и поэтому, дорогие мои, новости именно по Армении. По Армении у нас какие новости на сегодняшний момент? Дело в том, что с 30 марта в Армении, по всей Армении уже не принимают карты МИР. Карты МИР имеются в виду Сбербанка и других банков. Можно пока воспользоваться картой МИР ВТБ банка и снимать в банкомате деньги, находясь в Армении, вам дадут уже армянские деньги, и расплачиваться именно картой МИР ВТБ банка, которая действует еще в Армении и в онлайн, и в гостиницах, и в ресторанах. Это еще возможно. Другими картами МИР, такими как Сбербанк МИР, уже вы нигде не расплатитесь. Поэтому будьте осторожны. Можно обменять валюту, можно обменять евро и доллары на армянские деньги, и там расплачиваться именно этими деньгами. То есть, в общем, будьте осторожны, потому что рубли тоже вряд ли там где-то обменяете. Ну, в общем, это уже действует с 30 марта, ну, практически с 1 апреля, дорогие мои. Потому что было очень удобно. Я вот летала буквально, ну, сколько, полтора месяца назад, и везде, и в ресторанах, и в барах, и в аэропорту в Дутифри. Я расплачивалась именно картой МИР Сбербанка. Мне было это очень удобно, потому что все равно нельзя подрассчитать, сколько тебе нужно армянских денег, и они потом остаются в кошельке. Ну, в общем, такое дело. Куда деваться? Будем обмен делать. Ну, помимо Еревана, конечно, другие тоже стыковки существуют. Сегодня мне дали, я попробовала уже билет через Анталию. Тоже практически такая же цена, но немного, так сказать, не то, что немного. Именно получается, что стыковку 15 часов нужно ждать в Анталии. Ну, кому-то это еще и понравится, можно погулять по городу и так далее, и тому подобное. То есть стыковки есть. Помимо Армении есть стыковка еще через Турцию. Хотела еще напомнить, что когда вы летите со стыковками, если у вас 2-3 часа между самолетами, будьте внимательны и осторожны. Если у вас одна и та же компания, то вам, если даже вы потеряете второй самолет из-за того, что первый у вас опоздает, может вам вернуть либо деньги, либо билет на другой самолет. Если у вас разные компании, то тогда вам ничего не возвратят. И вы можете взять другой билет, но уже тот билет у вас будет потерян, и деньги будут потеряны. Что хотела отметить? Я немножко проанализировала вот эти поездки, которые сейчас ведутся российскими нашими гражданами, туристами. И, в общем, практически 90% говорят, что из Еревана в Милан или из Еревана в Рим, или из Рима и Милана, соответственно, в Ереван. Если вы пользуетесь компанией Fly One армянской, то она, как правило, идет с задержкой. Поэтому будьте осторожны, если у вас стыковка 2-3 часа в Ереване, вы можете потерять следующий самолет. Если вы пользуетесь компанией WITS, практически всегда на 90% она идет без задержек. Поэтому, но все равно, дорогие мои, планируйте немного побольше, чтобы у вас стыковка была 4-5 часов. Ничего страшного, лучше кофейку попить или там что-нибудь там другое, салатик какой-то съесть в Ереване, потому что аэропорт небольшой там, и все очень удобно. Но лучше, чтобы стыковка у вас была чуть побольше. Но лучше перебдеть, дорогие мои. В общем, смотрите сами. Но вот это вот именно новшество такое. Но еще хотела отметить, кто не смотрел мое видео, что в Риме аэропорт Фьюмичино сейчас установили такой вот аппарат, как 3D. И при выходе на посадку, когда мы уже просвечиваем свои вещи, там именно в Риме можно провозить жидкость в любом количестве, дорогие мои. Это очень и очень удобно. Но если у вас транзит, если у вас одна и та же компания, и у вас, например, в том же Ереване или в той же Турции у вас транзит, и вы не выходите и не заходите. То есть если вы не выходите и не заходите, у вас транзит. Это жидкость, вино, масло, все что угодно вы можете провести аж до самой Москвы или до другого города. Но будьте внимательны, это должен быть обязательно транзит. Если вы выйдете в каком-то из аэропорта и по новой зайдете, если у вас разные компании, то обязательно вам придется выйти и зайти. А вот тогда, когда вы будете заходить, у вас уже все отберут. Ну, в общем, это пока еще только в Риме аэропорт Фьюмичино. Ну, будем надеяться, что и в других аэропортах тоже такое вот уже поставят. Как-то я раз летела из Милана, там тоже бутылочку воды у меня не отобрали. То есть там тоже уже какая-то установка стоит. В этот раз мы летели из Пизы, из аэропорта Пизы. Он маленький аэропортик такой. Бутылочку воды у меня отобрали. Ну, в общем, смотрите внимательно, если и по жидкости, и по картам. Хотела отметить, что когда берете билет, очень удобно рассчитывать. Если вы хотите рассчитывать с рублями, очень удобные компании – это «Купи билет» и «Авиасейлс». То есть даже если вы на этих компаниях берете билет туристической компании типа «ВИЦ» и так далее, то все равно вы можете расплатиться рублями. Но, внимание, берите билет заранее, потому что если вы берете в другой стране билет на тот же «ВИЦ» и «Скупи билет», у вас уже карта может не пройти. Так случилось у моего сына, когда он приехал в Латвию. У него даже «Скупи билет» из «Авиасейлс» он не мог уже расплатиться картой «Мир». То есть в России можно расплатиться. За пределами России она уже практически недействительна, даже на этих сайтах. Поэтому будьте внимательны и осторожны. Лучше уже купить билет заранее, купить, когда вы находитесь в России, и расплатиться рублями на все абсолютно билеты. Это действует рублевая наша карта «Мир», ну или другие карты рублевые. То есть «Купи билет», я напоминаю, «Авиасейлс». Ну и когда вы покупаете билеты там на автобус. Вот, например, тоже мой сын покупал на автобус из Минска до Вильнюса, и он тоже расплачивался рублями, рублевой картой. Но здесь тоже немножечко небольшая фишка, так сказать. Когда на автобус берешь билет, и там написано «валюта», например, в белорусских рублях, и вы рублевой карточкой расплачиваетесь, она получается дешевле. Если вы ставите рубли, то получается билет дороже. То есть тоже самая рублевая карточка, но она получается дороже. То есть нужно смотреть. Ну а так, конечно, у кого уже есть виза, с удовольствием жду вас в Италии, потому что здесь у нас погода хорошая, конечно, и весна уже бушует вовсю, и многие уже, ну, не купаются, но ходят босичком по морю. Ну и, конечно, все остальное тоже хорошее. Дело в том, что уже, конечно, тоже идут и рынки такие весенние, летние, банкареллы, как они здесь называются. Ну и, конечно, можно походить. Виорейджа – это виорейджа. Ну и хотя можно и шопинг сделать, потому что сейчас уже в магазинах продается весенне-летняя одежда с замечательными такими красками веселыми. Обожаю этот период, когда все магазины переходят на летнюю одежду и меняются краски из черно-серого на такие красивые, желтые, оранжевые, красные и так далее. Очень мне этот период нравится. Ну и, конечно, конечно, все остальное – это и еда, это и вино, это и развлечения. Как-нибудь сниму обязательно видео, надо на танцы снова сходить и заснять, как это все происходит, потому что жизнь прекрасна и удивительна, дорогие мои. И нужно наслаждаться каждым днем, пока есть возможность, мои хорошие. Ну и вот, если вам понравилось мое сегодняшнее видео, задавайте вопросы, которые вас еще интересуют. Может быть, про что-то я забыла сказать, поэтому задавайте вопросы в комментариях, я обязательно на них, на всех отвечу. Я всех вас люблю. Спасибо, что вы со мной. И, как обычно, желаю вам здоровья, счастья, радости, любви везде под мирным небом над головой. Тем более, конечно, весеннего настроения. Женщины у нас цветут, как цветы. И все-все хорошеют, молодеют и становятся более веселыми, потому что весна будоражит своим вот этим весенним воздухом. То, что распускаются листочки, распускаются цветы. Ну и, конечно, то, что первомайские праздники наступают. А у нас еще в первомайские праздники еще и Пасха 5 мая. Поэтому, конечно, конечно, это здорово. И весна, и праздники, и выходные дни. Можно и на даче шашлыков поделать, можно и в путешествии отправиться. Ну, а вот моя информация именно про путешествия. Смотрите, если она была вам интересна, то пишите в комментариях. Пишите в комментариях все, что вас интересует, и все вопросы, которые вас интересуют. Я обязательно, обязательно на все вопросы отвечу. Ну и вот делюсь немножечко с вами видами нашего замечательного города Виорейджо, потому что здесь у нас середина Италии. То есть не жарко и не холодно. Именно то, что надо. Не юг, но и не север. Поэтому все здесь есть. Туристический город, в котором люди наслаждаются жизнью. Ну, а кто приезжает из туристов, те тоже с удовольствием наслаждаются жизнью. Жду вас всех. Если кто приедет, с удовольствием выпьем чашечку кофе вместе и поговорим о нашем насущном. Люблю вас всех. Спасибо, что вы со мной. С вами Ольга. И, как обычно, желаем здоровья, счастья, радости, любви, мои хорошие. Весеннего настроения под мирным небом над головой. Люблю вас всех и благодарю, что вы находитесь всегда со мной. Всего вам самого-самого-самого хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует...